доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити уважаемые наши контрагенты на ваших экранах сейчас фотография сделанная с видео которое я записывал в далеком 2001 году на фотографии изображен аппаратно-программный комплекс а пока полностью его название аппаратно-программный комплекс но тире 08 или кап оператор еще вкратце по разному мы его называли для того чтобы мы могли тестовать нашу лабораторию мы должны иметь были в лаборатории вот такой программный комплекс разработанный в недрах фмба федерального медико-биологического агентства я знаю теоретиков которые закладывали теорию в этот комплекс я с ними лично общался и я знаю практиков санкт-петербургскую фирму я тоже с ними лично общался который этот аппарат аппаратный комплекс собирали изготавливали сделан он в лучших традициях не российской а советской наверное действительности это далеко не функциональное устройство виде вот такой большой коробки управления которым подключается в общей сложности 8 маленьких блоков они вот здесь на картинке два представлены из восьми большее количество блоков к нему подключить нельзя да и невозможно это с точки зрения вообще функционирования использования этого аппарата немножко разработчиков слава богу это люди которые до сих пор живы это люди очень возрастные профессора умные головастые они создали свое время вот этот теорию вот этого блока кап 801 оператор заложили в нем интересные идеи на тот момент на начало двухтысячных наконец 2000 ты наконец 90-х начало двухтысячных годов рубаров мартенс владимир корнелиусович и ряд других деятелей они на тот момент были уже возрастными людьми но если соответственно за прошедшие 20 лет с момента моего с ними знакомства я не думаю что они помолодели но они продолжают стоять у руля нашей отечественной психофизиологии медицин от медицины у нас психофизиология на стыке двух наук находится даже трех наверное если быть точным но с позиции медицины вот эти люди туру баров мартенс шибланов юрий мальевич они стояли и все это теоретизировали ничего с тех пор не изменилось мало очень документов организационных не очень-то медики любили заниматься психофизиологии туру баров профессор очень скептически всегда отзывался он психиатр сам очень всегда скептически отзывался о психофизиологии как таковой промышленной физиологии выросли все эти товарищи из космической медицины все пошли от гагарина так скажем условно говоря в кавычках от космоса богом судья плохо то что нет и психофизиологии никак не занимались можно сказать совершенно никак поэтому она у нас в таком плачевном состоянии находится но тем не менее то что было создано благодаря им благодаря ряду других людей все-таки на данный момент существуют как будто не было проходят какие-то происходят какие-то трансформации очень медленно говорят что психиатрия в среднем какое-либо изменение психиатрии психиатрия повторюсь происходят в период при примерно 15-20 лет то есть что-то новое появляется психиатрии какой-то пускай даже незначительное изменение какая-то подвижка то психиологии видимо этот процесс происходит еще медленней речь идет не 10 15 5 10 15 20 годах а еще дольше все это происходит люди существуют и теоретики и практики и исполнители на местах по всей стране подвижек каких-то фундаментальных существенных развития не происходит и конечно это не достоинство а вина вот этих упомянутых мною людей столько лет стоять у руля всего этого очень важного и нужного дела это все понимают все и вся важность и нужность этого дела а тем не менее делается в этой области очень очень мало и очень очень медленно ну ладно это теоретики заложили не туда теорию так называемую основная там этот аппаратно-программный комплекс реализует простую зрительно-моторную реакцию сложную зрительно-моторную реакцию реакцию на движущийся объект он не реализует у него отсутствуют какие-либо экраны еще что-то змр с змр еще можно представить себе без экранов а вот rdo реакцию на движущийся объект никак ее не представишь очень примитивный по-советски сделанный на шурупе как скрученный аппарат 8 блоков через кабеля все это собирается соединяется люди надевают вот такие вот крокодильчики себе на запястье датчики и нажимают кнопочку слева кнопочка и справа кнопочка загорается лампочка по центру от этого блока она если зеленая нажать левую клавишу этого блока если красный нажать правую клавишу этого блока нормально хорошо реализованная простая зрительно-моторная реакция или сложно зрительно-моторная реакция rdo невозможно использовать с этим аппаратно-программным комплексом на тот момент не было возможно использовать ну и соответственно еще этот аппарат замерял вариабельность сердечного ритма это отдельная тема сразу скажу это бред собачий я не буду подбирать слова в этом смысле по методу профессора боевского профессор который закладывал идею оценки функционального состояния человека через замерение его сердечно-сосудистой деятельности и разработал эту методику которая вошла на зону получила название и вошла в печальную на данный момент историю на момент двадцать первого года 20 21 печальную историю как история о методике методологии подхода метода боевского рассчитывающего вариацию в ср вариабельность сердечного ритма это бред собачья не теория это бред собачий они теория но до сих пор наши теоретики от медицины от мба продолжают это свято верить продвигать все эти теории ничего не делая организационно генералы то есть сидят там у себя наверху в москве не знаю чем-то занимаются наверное да все таки человек не может без какой-то деятельности по крайней мере созданная под их эгидой якобы управлением огромная отрасль и от них зависящих многое количество людей конкретных психофизиологов по всей стране в лабораториях психологического обеспечения они людьми не занимаются они занимаются всем чем угодно создавая вот эти глупые комплексы реализующие две из трех необходимых методик вкладывают в этот комплекс ну и ряд других наверно своих разработок вот эту конек вот этот слой который он полнейшей глупостью является вариабельность сердечного ритма в ср методику бред собачий ладно этот комплекс у него нет нормальных настроек он конечно цепляется к компьютеру этот блок управления с этими отдельными восемью блоками испытуемых там есть настройки определенные программное обеспечение примитивное чуть получше чем операционная система доз кто помнит такую наверно никто уже не помнит доз вот над чуть получше было чем доз какие-либо настройки можно было поменять причем это абсолютный бред даже для тех времен было менялись настройки в файлах текст то есть надо было блокнотом открыть определенные файлы и там можно было внести изменения аппарат не учитывал много-много параметров основной претензии к ним любых практиков от психофизиологии заключалась в том что ладно программное обеспечение полнейшее говно настройки через текст тэшные файлы происходили самая главная проблема в том что он не учитывал каких-либо индивидуальных нормативов то есть он всех под одну гребенку то есть эти деятели от психофизиологии заложили туда некие нормативы условно говоря снятая с порядка 30 работников по моему волжская атомная станция билибина он там они замерение проводили ну и заложили эти нормативы которые не соответствуют на данный момент действительности возможностям современным возможностям техники и так далее и так далее компьютеров и так далее давно устаревшие программное обеспечение я сейчас понимаю со всей ответственностью что он уже на тот момент было устаревшим заложено были бредовые идеи в частности вот эта вариация сердечного ритма заложено было ряд других характеристик настроек управления всем этим комплекса но и сейчас очередной виток это опять тема поднимается спугающий спугающим меня ужасом вариабельность сердечного ритма в частности как и что они будут предлагать в этом плане в этой методике каким образом все это будет реализовано мне трудно себе представить нет вернее так я как практик проработавший 21 год я не побоюсь это слово черт возьми я как практик я как практик знаю как это реализовать можно классно здорово на планшетах там еще каким-то образом из этих блоков дурацких скрученных на болтики любая китайская поделка сейчас даст не сотню а тысячу фору тому что было изготовлено нашей отечественной наукой от психофизиологии от медицины видео от этого кап 801 оператора одним словом ведет новый идет новый итог использования применения методики в ср вот этого бреда этой теории в ср pzmr до czmr до rdo до нормальные работающие психофизиологические методики но в ср это бред собачий ладно значит про теориков теоретиков я сказал про качество вот этого аппаратно-программного комплекса с его текстерными настройками примитивнейшим программным обеспечением и дубовой реализованностью в этих пластмассовых коробочках программное обеспечение то еще это надо было видеть практике вроде более ответственная фирма санкт-петербургская все было сделано конечно на лучше лучших стандартах качества советской электроники телевизоров горизонт магнитофонов романтик если кто помнит такие дубовые магнитофоны дубовые телевизоры советских времен я не знаю сейчас работает не работает эта фирма в общем я с нетерпением жду этого нового появления чего-то нового нашей отечественной науки в плане вариабельности сердечного ритма изначально дурацкой теории не работающий и интересно как это все будет на практике реализовано вот я могу это реализовать если бы у меня были такие средства с учетом знаний моих о компьютерной технике физиологии психофизиологии человека можно сделать это на высоком мировом уровне но кто ж мне это даст и позволит сделать посмотрим что выдадут наши бодрые старички психофизиологии выдадут нам нового в рамках 749 приказа минздрава российской федерации на этом все благодарю вас за внимание не судите мои от меня строго просто накипело благодарю за внимание подписывайтесь под этим видео ставьте лайки задавайте вопросы если такое возникнет можно прямо под этим видео можно мне писать в ватсап на этом все благодарю за внимание и удачи вам подписывайтесь на мой канал